МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актера очень плотный. Но он выкрыл один день и приехал в наш город, чтобы открыть студию детского творчества в одной из гимназий. Как найти подход к детям, заинтересовать их и отвлечь от компьютерных игр и телевизора. С этого он и начал интервью. Все зависит от того, какой подход к детям. Если это шаблонное занятие, пришел, отзанимался, поговорил, сделал упражнение, ушел, если это делают педагоги, наши актеры, коллеги без души, то, соответственно, через одно, два, три занятия детишки просто уходят и занимаются тем, чем им интересно. После долгой реконструкции открылся Театр наций. И художественный руководитель Евгений Миронов, он не предлагал вам как-то посотрудничать, так как там нет как таковой труппы, там приглашенные актеры. Хотели бы вы, были ли такие предложения? Или вот МХАТ имени Чехова, это вот ваш дом родной навсегда? Вообще, честно говоря, я хотел бы оставаться под маркой МХАТ. МХАТ, точнее. Имени Чехова на сегодняшний день, мне кажется, что разбрасываться и играть на разных площадках. Ну, для меня это на сегодняшний день не совсем интересно, потому что работа, которую предлагают в московском художественном, всегда для меня интересна и необычна. Поэтому, нет, на сегодняшний день я хотел бы оставаться в труппе МХАТ. Это не то, что я цепляюсь за это и вот сижу, лучше буду сидеть, но никуда в другую сторону не пойду. Нет, работа предлагается все время. Олег Павлович в этом смысле большой молодец, он старается задействовать и предлагать актеру совершенно ну, наверное, неожиданные роли. Другое дело, что вот в прошлом году было время, и я с удовольствием репетировал и выпустил «Чайку». В этом году так сложились обстоятельства, кинообстоятельства, что, наверное, весь сезон будет заполнен кинематографом. Вы однажды сказали, что часто сталкиваетесь в работе с режиссерами, которые не умеют обращаться с актерами. Вы имели в виду наших российских режиссеров, ведь тут же вы сказали, что о работе с иностранным режиссером упомянули. Да, Олега Цабадзе, правильно я произнесла? Олега Цабадзе. Сериал «Бухта Филиппа» вы снимались, да? От сотрудничества с которым у вас остались только приятные впечатления. Вот почему, в чём разница, из чего это складывается? Можно назваться режиссёром, сесть в кресло режиссёра, кричать «стоп, снято, начали мотор» и так далее, изображать из себя очень важного человека, но при этом к профессии режиссёра это не имеет никакого отношения. мне посчастливилось поработать с хорошими режиссёрами. Я знаю, что это за мука, ад, и какие силы требуются для того, чтобы провести фильм от начала до премьеры. в основном, к сожалению, я замечаю, ну, на сегодняшний день, это, наверное, благодаря 90-м годам, из-за которых у нас кино не только остановилось, но и ушло обратно, что очень много людей называют себя режиссёрами, но к режиссёрской профессии не имеют никакого отношения. Вам не только посчастливилось работать с хорошими режиссёрами, как Вы сейчас упомянули, но и с голливудскими актрисами, с Анжелиной Джоли, с Милой Йовович. Про Анжелину Джоли прочитала, что Вы были приятно удивлены её поведением на съёмочной площадке, то есть она не ставила себя выше других актёров, своих коллег, да, по актёрскому цеху. Да, да, я был приятно удивлён, но это, скажем так, это же нормально, вот в чём дело. Это просто нормально. Ну вот вопрос, вот какой у меня, по Вашему лидениям, подход иностранных актёров к съёмочному процессу чем-то кардинально отличается от подхода наших актёров? Ну, они очень работоспособны. У нас тоже есть работоспособные актёры. Это хорошо, тут как бы ничего нет. Наверное, вот, именно приятно поражён был тем, что эта девушка пришла, сразу начала работать, сразу так, дубль, 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 мы отрепетировали, дубль, 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 ещё, ещё, пожалуйста, всё, работа там разошлась. Как ты ведёшь себя уже за пределами съёмочной площадки этот валютер? Разные слухи, сплетни, так, но это валютер. Вышёл на площадку, будь добр, отработай. Я прочитала такую интересную информацию, у вас один раз был такой курьёзный, был курьёзный, случайный интервью, когда у вас девушка-журналистка перепуталась с Константином Райкиным, стала брать интервью у вас, спрашивать, да, на одной из церемоний. Вас это забавляет или раздражает, скорее? Меня это иногда забавляет, иногда раздражает, всё зависит от того, в каком настроении я нахожусь. Я не машина для того, чтобы переваривать чужие глупости. Да, если я в настроении, я перевариваю. Если человек, ну, абсолютно, это вот относится, вот то, что мы сказали, профессия режиссёр, да, человек сел, надулся и решил, что он режиссёр. То же относится и к профессии журналист, предположим. Человек взял в руки микрофон или диктофон и решил, что он журналист. Фига два. Да? Даже если ты взял интервью, потом, ну, скажем так, 10% из 90 могут потом перевести вот то, что, интервью перевести нормальным печатным текстом, выложить на страницу. В остальном, я не понимаю, откуда руки растут или откуда уши растут. Потому что, ну, и поэтому в связи с этим я стараюсь как можно меньше общаться с прессой. Потому что это, оказывается, бессмысленное занятие. Это не в ваш огород. Не в наш огород. Очень приятно с вами было общаться. Надеюсь, вам тоже. Мне тоже, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!